приветствую всех на канале разносторонние интересы будем сейчас менять щетки на болгарке на старый этой болгарке уже больше 10 лет за 10 лет первый короче год пользования литого второе закусила диска то зажало сильно пытался открутить фиксирующая это вот кнопкой фиксатора шпинзеля то короче сломал там эту отверстие где держался ты шпиндель и отколола часть корпуса где вставляться шестерня большая редуктора получается оттуда где шестерня где отверстие было добавил пластину латунную такую с аутулкой забиваю и это латунная пластина роль корпуса редуктора короче играешь час ну плотно стоит тулка не болтается крепко держится нормально это было в первый или второй год пользования а так за все время что тут приключилась том году бетон разводок уже слабо зажатые были эти вот болты уже разба подрезаны это там такие шурупы короче уже срезали резьбу то от нагрузки на бетон вырвала редуктор и слезала шестеронки я купил баушные сюда редукторы шестеронки большую и малую эту косую за 12 рублей белорусских это 6 долларов и все что за 10 год тут менялась ай все подшипники правду разменял и втулки и все больше ничего что хотел еще рассказать будем щетки менять что-то у меня тут я уже достал одну старую это самодельная с какой-то там неразмерной обточил на бруске просто я видно даже в сторону вот видно подходит этого жила медная то я со старая птачила вверх а вверх тоже какой-то подобрал и просто скручив вместе его скруточка видно скручивый так короче это что-то тут стояла я пользую пользовалась болгарки нормально работала уже на якоре выработка то видно щетку покажу такой видно лучше наверно щетку полукругом немного вылизывая ну покуда работая хай работы мне уже у хозяйстве друга есть болгарка шаг покажу но не успел купить или уже приключилась херня вот такую купил мы обезручки не люблю с этим вот боковыми кнопками ерунда да не болгарка вот это вот болгарка где на ручке кнопка нормально стоит то работать удобно а в это я не успел купить буквально включаться перестала когда немного бетон порезал нормально а потом вырвалась эта кнопка теперь его ставить чтобы зацепить с это его штукой это кнопку прожимая нельзя вставить толком туда ты надо снимать редуктор якорь утаскивать подставить эту кнопку просто было мне открутил она раскручиваться часть отнимается сзади вот здесь раскрутил под кнопку подложил эти фиксатор короче кнопки она сейчас включаться включением просто в розетку принес я ее в дом хочу тут уже полностью это короче сделать кнопку нормально ну а в этой вот эта модель у нас dvt vs 125 св уже больше десяти год покупал я ее написано не герману типа германская а кто я делал по правде не знаю серийный номер 0707051 ну проработала на 10 год без проблем единственное что я сказал это сам виноватый уродуктора фиксатор хлопки взломал изначально и можно сказать регулятор оборотов тоже быстро накрылся я убрал здесь изолентой было заклеены черные отклеилась а заклеив чтобы мусор туда не попадал я будем менять так что также сломалась и уж тут подержать или пробка это родная здесь вот родная такая черная саша выкручу одной рукой выкручивается легкая такая вот родная пробочка уже тут самодельно четко торчить у меня это вот видно щетка пружину подобрал щетку обточил на бруске на наждачном а это вот скручив место скруточку ну работала свою функцию исполняла и одна и вторая а и валяется в запасе можно пустить на дисковую пилу ручную и они в принципе по размерам подходят то наберу пружину да что там вставляется просто прижимная пружина такая витая пружинка пластинка то там просто не надо пружинки это пятаки просто вставляешь прикручиваешь этой пружины прижимая пластинцы но сюда мы поставим китайские что вчера получил что обзор на их снимал должны подойти получается 6 на 15 на 6 это толщина 15 длина и сантиметр ширина нам еще не должны идти о как бы тут стояла и усики эти вот подходят сюда получается неплохо со свою эту камеру поставлю так можно камеры называть фотоаппарат а все на фотоаппарат снимаю то что телефоном кнопочным пользуюсь замену кстати вот этой вот сломанной я с капролона такую вытащил пробку надпилив под отвертку а резьба просто закручивается нагоняется сама собой тут такая мелкая не это не глубокая ну не выскакивая да еще на чуть больше размера отверстие под штатки сейчас посмотрим где-то отвертку видно не видно вставляются данный день только что то можно сказать это немного высоковатые влево я сюда можно на 13 надо было загнать на 13 сюда лучше было все таки покупать вот тащивать не буду сколько пробкой прожмется там ну казалось не так вставлял надо получаться развернуть это его тусики по ходу по длине чтоб становились так вот по стенке вот и так вот он получается залезать по две стороны в отверстие хорошо видно не видно отверстие вот продолговатое а а там по боках такие полукруглые выбоинки две сейчас я ой посвячу а не так вставлять начал вон получается продолговатое такое по боках полукруги так надо эти усики чтоб туда по пластинах стали по торцах где сантиметр на сантиметр сейчас я на голову фонарик одену наш китайский дополнительно подсветка будет на среднем режиме ставлен там фугунка пытается еще у них стороны ставим уроку ерунда получатся этого жила медная медная жила попадая между пластинок вылазит ладно поставим будь я выработка идти со временем а хорошо стало со временем работы разогну усики чтоб зафиксировалась а то пытаться вылезти все пропа немного неудобно конечно ставить этой пружины вылазишь и не получается него такого чтоб зафиксировалась с круглыми пятаками лучше то это закрутить неудобно попробуем закрутиться ровно не закрутиться не получается так и ёрзая это пружина туда-сюда ёрзая туда-сюда не чтоб ровно стало даже зажать удобно было а чтоб зафиксировалась в отверстие вот так сейчас держу она вылазить даже это тушь не помогая а можем все таки ставить так надо вот получается я думаю эти мед ставить по длине по робрах что шли до зафиксировались она не фиксируется в том проходе а если так поставить получается по этой плоскости вот по этой вот плоскости а что что-таки получается так вот по этой плоскости поперек усиков то тоже наверно вылазить где ну сейчас попробую в этой болгарке такая проблема весна была так не ставлю выскачивать этой щетки и закрутить нельзя толком в этой плоскости поперек усиливать мало еще между пружиной вылазить эта штука шнур медный все мне хочется фиксироваться за ржаза оморойная какая-то это вот это ладно ладно может я устал потиху сейчас я выскакиваю дай другую попробую с этой пачки может тут пружины лучше пружины как бы одинаковые взял с другой пачки шо по жестче длина одинаковая что там пружина шо там просто пружину пробкой это я еще слова с этой пачки захотелось зажимать нечто купюры максимально паузка Ну а тут будет посложней, тут самопал, пробка самопал. А может и не, сейчас побачу. О, что-то заскочило и опять выскочило. Конечно, хорошо, чтобы эти щётки были, как бы, вместе с держателем, да закручивалась яхта. А то пихаешь, она не по своём месту становится ещё. Ну попробуем. Да ёлки-палки. Куда ты упираешься? Возьму другую. Какая-то не отговорчивая-то. Пружинки длинные. Получаться, пружинка дугой выгнутая его. Так, ерунда. Чтоб она была ровненькая такая, не в ночах, а чуть-чуть даже свободней, чтоб лучше. А то вот дугой да запихаешь, так она изначально уже зажимая жилу эту медную, и сама ходит неправильно. Пружинка в бок вылазит. Теперь я понял. Держим пальцем, а лучше даже не пальцем, а давайте этим проволочкой медную. О! Или даже не проволокой, а отвёрткой. Опа! И раз к отвёртку вытащил. Походу нормально стало. Стала она у меня по длине теми усиками, что выступает, стала по длине так щётки. На реброде 6 мм. Не так вот стало. На реброде 6 мм. Это вот наша самодельная пробка. Видно немного, выпирая сюда, новая щётка. Но она протереться, быстро опустится. Так, не выскакивая. Немного есть. Я возьму изолентой просто вокруг. Я делал, когда не сделал эту щётку, то заглушку что-нибудь ставлю туда, чтоб прижимала. Изолентой обворачиваю вокруг болгарки две щётки да ещё. Ну всё, поставили. Сейчас проверим на работоспособность. Закину графит наш. Чтоб не валяюсь в пакеты. Поставил я щётки помягче. Эти старые кину сюда вместо. Снова нехай лежат. Так. Сейчас не пугайтесь. Подключаем к сети. Кстати, ещё не сказал, кабель я поменял на ней. Это был тут у меня регулятор стоял оборотов. Не самодельный, не самодельный, с Китая дешёвый этот. Стоял регулятор разрезанный, провод был. А кабель этот у меня тут пылесоса старого, советского. Во! Мягкий-мягкий, хотя из пластика. Не резиновый он, а пластиковый, но ПВХ. Ну он мягкий-мягкий, на морозе тоже мягкий. Ну а это разрез был. Это у меня тут разрыв стопи регулятор сейчас стоял. Сейчас я регулятор сделал розеткой там, на дождечке такой. Использую на многих инструментах. И на паяльнике даже. Ладно. Сейчас я включаю и проверяю. Всечь ключи. Вот его. Всечь. Видно. Ключи вот. Сейчас проверяю. Запускаю. Здесь диск стоит зубчатый. Опа. Что-то она. Так. Может плохо, что. Ну я сейчас. Обороты, конечно, зверские. 12000. Или 11000 оборотов тут. 11000. 12000. 12000. 16000. 21000. 30000. 18000. 20000. 17000. немного искрат ну не это не дымятся не город то что уже воняли бы по запаху нормально получается у меня сейчас на якоре этот статор или как он называется ротор выработаны выработаны полукругом так внутрь уже старая болгарка как я говорю якорь еще не менялся то щетки покуда выработается до полукруга немного будет искрыться там они уже присядут вниз так я их подожму уже даже вот видно уже поджимать можно ослабились так а ну-ка щас кручу опять вот сейчас уже подгорает я что остановлюсь чтоб притерлись когда искра то нажимаю ток чуть пущу но потом крутится и притирается постепенно а можно вручную покрутить притереть да еще сейчас и выключу вот выключил ручную покрутить круг они притерутся чтобы якорь не палить но это долго надо крутить не на секунду не минуту сейчас эту стопку я проверю все таки что то она припаливается хотя стало хорошо и стало вот видно тоже усиками по длине так уже не выскакивает прилепила и это немного нагрелась а да не немного хорошо так нагрелась ну притерлась уже видно так что аккуратно назад поставлю короче нормально не это притерутся до конца да еще опять ставить назад надо теперь я думал может троху не так стало так подыскривая а что просто не все хорошо не прижались не притерлись я о сотки стоят там буду работать притереться поправив все нету этого из видно в отверстие это вот это пускай искру по вращению этого якора видно искра здесь пролетает снизу наверх достает не не это я не поджал и после того как поработал его не дожжал сейчас переживу думаю будет получше уже как а а а и и и и и и и на этом будем заканчивать видно стандартная рабочая искра я выключил на лбу фонарик чтобы мне это видно было хорошо стандартная рабочая искра все протереться лучше еще я их подожму чтобы топились хорошо эти пробки и все с этой стороны уже прижалась это и стоя дожил но это сейчас вот искра снизу вытягивая наверх то это стоит пробки самодельные болгарина подделали будет работать немного покуда вот протирать пригрыла и ну не критично так горелым не воняя вся их подожимаю потом больше это они чуть-чуть выступали выше там на миллиметр полтора выше это основы той латунной что внутри гнезда выступали а теперь уже эти полтора миллиметра уже от видно дожались здесь даже это уже ровно пробка и и это ровно дожат мы искры соответственно меньше станции а там что поработаю все подожимаю плотненько и все так что китайские счетки можно ставить может даже пожестче поставить так лучше было бы может меньше искру давали помягче это на дисковую ну и можно ставить ну короче стерутся так поменяем вот у меня в запасе здесь есть пара получается и с теми старыми что достал самодельные на этом я буду заканчивать кому было интересно полезное видео ставьте лайки пишите комментарии можно сказать обзор по этой болгарке по щетке по щетках по болгарке 10 годовой нормально думаю из крана на якоре для таких годов уже при том что якорь с выработкой хороший если без выработки будут искра поменьше без выработки дорогу ровный а так он вогнутый внутрь ладно буду заканчиваться всем удачи до свидания